ну вот и настало то время когда ваши просьбы сбудутся о том чтобы снимать такие моторы как h а и h b это 2 литра и 2 и 2 турбодизель которые начали ломаться и сыпаться сегодня тоже будем разбираться в чем проблема у нас санта-фе десятый год 2 и 2 hb пробег 275 893 на пробеге 36000 почему-то сломался двигатель непонятно может быть это был развод а может быть это было и правда якобы на 36000 по гарантии менялся коленвал и масляный насос по гарантии после чего вот все как бы ездил и все работало турбину то есть то даже не меняли хотя по всей видимости было голодание оставили турбину не знаю вкладыши чего-то меняли цепи не цепи непонятно что делать так что здесь случилось человек ехал 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 пошел грохот грохот и машина заглохла заглохла он снял патрубок интеркулера здесь верхний потому что испугался что машина пойдет в разнос почему он этого испугался во первых уровень масла упал стала выбрасывать масло так как интеркулер у нас лопнутый и оттуда стала выброс и также удалялся каталик когда-то там было дело вот смотрите и было заварено не качественно не грамотно и видно что турбина стала выкидывать масло снял я тоже патрубок короткий вот интеркулера сейчас в избежание того чтобы она не пошла у нас в разнос снят был вот этот я сейчас снял 2 снял пускной посмотрел тут турбинку на турбине у нас есть довольно большой критичный осевой люфт радиальный тоже завышен есть осевой осевой самый страшный именно при осевом идет выброс масла на этих машинах то есть ломаются турбины вот с такими проблемами крайне редко всего там буквально два-три случая было вот в основном у них ломается электронный псевдопривод то есть актуатор ломает шестерню или изнашивается вот то здесь какая-то другая проблема якобы она сейчас должна завестись по словам клиента но она будет там дымить троить работать неровно и будет сапу нить принципе очень похоже на турбину подобные сапу нет бросает масло и все такое только когда что происходит с турбиной машина не троит не троит такое ощущение что там что-то случилось porsche когда сломает вал или что-то произойдет троить машина не будет то есть здесь явно не работает один цилиндр и сапу нить она как раз то вот она еще есть момент еще есть момент когда турбина обламывает она сюда вот во впуск во впуск турбина не сопунит у нас получается вот выкидывает через клапан вентиляции тоже и она не работает короче я знаю как мы сейчас сделаем мы сейчас будем отсоединить по этому цилиндру если мы правда там отвалился поршень то сняв разъем с того или иного цилиндра реакции не будет ну потому что после моих предположений что проблема скорее всего с поршнем обсудили поговорили с клиентом и оказывается здесь все это обросло новыми подробностями такими что даже он вроде бы как сам проверял и вроде бы как первый цилиндр также он вроде как звонил и сказал что там что-то в поршнем развалилась вот помимо того можно предположить что этот двигатель прям вышел с завода как-то неудач 36 меняли коленвал с насосом 136 стала газить снимали головку шлифовали ремонтировали 160 головка лопнула так которую ремонтировали там буквально через 20 с лишним ты заменили полностью головку и вот сейчас уже на пробеге вот 270 отъехал поршень сейчас проверим так ли это также снимем сейчас разъем запустим разъем с первого цилиндра будет реагировать или нет уже упрощается проблема и будем снимать поршунку и засовывать до эндоскоп короче какой-то прям неудачный скажем так неудачный мотор потому что для меня вот это все сейчас даже обсуждали с человеком для меня это прям ну 270 тысяч пробег для этого мотора не с пробег потому что то есть они ходят ходят и ходят и вопросов к ним нету даже даже те люди которые не смотрят и пытаются его уничтожить у них не всегда это выходит разбила поршень задрала цилиндр то смысла его ремонте нет потому что там предварительные подсчеты вот даже по последней соренто мы делали по замене поршневой группы ремонт то есть головки всего что-то выскакивало в районе 400 на данный момент сейчас очень сложно в этом плане так поехали все в масле вот она трещина вот она кто видит и вот вот поршен лопнул здесь вот он и здесь лопнул поршень и вон там сотри сейчас вот мы пониже опустим и вот он поршень лопнул на дырка пополам пуска идемте смотреть лопнул поршень пополам то есть он лопнул здесь вот полностью и вот здесь начал лопаться да и получается на всех остальных тоже 2 3 4 то есть будут вот такие трещинки они можно сказать все под замену пойдут а вот она прям огромная дыра поршень ну и вот вот и все вот и все кино поршень лопнул ну что скорее всего здесь будет замена двигателя на контракт вот ну и принципе как говорит владик сказки конец а кто слушал молодец вы все видели вот у них проявляется вот эта болячка то есть лопаются поршня какова причина пока неизвестно но будем работать над этим и в дальнейшем надеюсь поймем выясним ну все всем пока а то есть и и и и Продолжение следует...